добрый день дорогие друзья не прошло и полгода и мы с вами снова здесь на моем канале будем узнавать последние мировые новости ну что сегодня вы узнаете мой секрет о котором я расскажу в конце этого видео ну а пока приступим к новости номер один внимание сенсация правительство москвы где возможно находишься ты после демарша французов намерена возродить автомобильную марку москвич бюджет столицы позволяет взять под опеку города производства и сотрудников появился шанс вернуть на рынок исторический бренд у которого было немало поклонников в советское время москвич был народной машиной волгу к примеру позволить себе могли только чиновники космонавты и большие руководители торговли также крутые помните дефицитные жигули могли себе позволить среда рядовые такие обеспеченные горожане граждане прочих разновидностей а вот москвича брали простые рукастые мужики которые в собственном гараже самостоятельно могли быстренько починить этот аппарат в перерывах между обедом и ужином что же ждать нового от москвича нам нужна простая надежная и доступная машина которая будет локализована настолько чтобы все комплектующие были так сказать на потоке на конвейере и ремонтные мастерские могли запросто решить любую проблему с интересом буду следить за новой страницей биографии нашего советского автопрома ну а как вы в ожидании москвича приобретете себе новость номер два в туркмении вплотную занялись воспитанием женщин и запретили им следующее первое силиконовые груди за них даже увольняют с работы теперь дутые губы проверяют даже на улице руками ботокс признан признан ядом и быть вне дома после восьми женщинам тоже запрещается после восьми вечера ездить так сказать в чужих машинах без родственников без родственника именно мужчины тоже запрещено а также красить волосы наращивать ногти ресницы носить облегающую одежку также рассматривается закон о запрете женщинам выезжать за границу поскольку там они подрывают репутацию своей родины своей страны будем откровенны перемены правильные барыги от индустрии красоты они уже надоели женщин так сказать агитировать на вот эту вот осознанную имплантацию красоты вот эта идея стать красивой она катастрофически просто убийственная потому что у женщин только растет неудовлетворение неудовлетворенность собой и они в погоне за красотой выливают огромные деньги на модификацию собственного тела чтобы вызвать эрекцию каких-то кобелей ну какой смысл так что женщинам в туркмении подарили здоровую альтернативу перестать считать себя телками и начать ценить личность они тела барыги получая право вести пропаганду выгодного им образа жизни уродуют людей просто массами уродуют не только людей но их жизни вот так что политическая воля способна навести порядок не только в мозгах но и сиськах молодцы да а как считаете вы обязательно оставляйте свои комментарии так интересно а вот буквально вчера 15 мая у нас проходил праздник международный день нейлоновых чулков научный мир не может объяснить как же это работает но умные женщины давно знают на дело и взяла свою вот а сами мужчины также не в состоянии сформулировать почему ножки в чулках привлекают такое внимание но ни один из них в откровенном разговоре не скажет что это лишний аксессуар женщинам приходится принять этот факт что мужчина это животное грязное но может быть и чистая конечно может быть домашняя которая в вопросах любви напрочь теряет свою личность статус интеллект и даже государственные награды видя привлекательную женщину мужчина становится подростком без надежности ответственности силы каменной стены и прочей ереси поэтому ну просто сшибает крыши а женщины обычно тянутся не к самому мужчине как а к той фантазии о нем что он спровоцировал порой их невольно в ней зародил картину желаемого дал ей услышать мы же любим женщину уши ушами поэтому женщина додумывает мужчину в своем личном театре грез и пара складывается если каким-то чудом джентльмены удастся не порушить образ себя в ее голове это профессионально умеют делать лишь альфонс и кстати остальным можно надеяться только на на удачу вот вот же мы женщины до любим ушами и а мужчины любят глазами поэтому день нейлоновых чулков ура последняя новость про варламова у нас в своем последнем выпуске илья работавший в свое время личным блогером фотографом путиным путина заявил если нато хотели забрать крым и донбасс почему же нато до сих пор молчит и не оказывает полномасштабной помощи украины ох уж это удивительная способность варламова сделать черное белым да вот здесь была бы заставочка крутая вот так с черное на белое другими словами варламову как бы непонятно что нато работает конечно же чужими руками у хохлов даже трусов своих нет носят все натовская зачем использовать своих солдат если есть дебилы хохлы которые радостно воюют их натовским то бишь оружием ильюшка ты что инагент ну а как считаете вы дорогие друзья вывод же напрашивается зеленский зеленский принял решение увеличить украинскую армию до миллиона человек своих то не жалко до встречи дорогие друзья рада была вас видеть сегодня снова на моем канале и кстати да не забывайте не забывайте про лайки репостики обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео я вас горячо обнимаю с вами ваша оксана симова пока пока